Крупный налогоплательщик региона только за прошлый год перечислил в краевой бюджет около 4 миллиардов рублей. Магнит постепенно наращивает прибыль за счет новых проектов. О планах развития губернатора Кубани сегодня рассказали президент компании Ян Дюнинг и генеральный директор Ольга Наумова. Магазины ритейлера модернизируются. В Краснодаре идет запуск пилотных проектов компании. Например, супермаркеты новой концепции, где жители города могут купить продукты, косметику и медицинские препараты в одном месте. Активно развивается и сеть аптек. Ставку делают и на производство экологически чистых продуктов. Мы понимаем, что вообще экологическая тема очень важна для ритейла. Мы начали сейчас по пилотные проекты по раздельному сбору тары у себя. Мы активно поддерживаем отказы от пластика, ну, так сказать, как идею. Мы очень, так как мы вообще пропагандируем здоровье, красоту и органическое производство у себя и говорим о том, это не просто так, так сказать, это не пустой звук, что у нас все агропроизводство 100% органик. Точно так же мы подходим к экологии во всех своих индустриальных объектах. Для нас это очень важно, чтобы компания «Магнит» очень активно не просто сохраняла свои позиции на рынке, но и развивалась. Около 40 тысяч человек работает в этой компании. То есть это не просто налоги, это еще и рабочие места. Это возможность тем, кто работает в компании «Магнит», каждый день приходить на работу. Это уверенность сегодняшнего дня и уверенность завтрашнего дня. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность все-таки расширения ваших производств для того, чтобы мы могли их просто продавать в своей сети. Здесь мы готовы максимально вам помочь с точки зрения и налоговых преференций, и различного рода субсидирования. И на самом деле надеемся, что здесь это будет являться в том числе одним из ваших очередных следующих шагов в развитии в целом компании. Вениамин Кондратьев добавил, что Край готов поддерживать такие социально ориентированные предприятия с полным циклом производства, как «Магнит». Такие компании только укрепляют экономику региона.